Кто такой, по вашему мнению, попрошу цензурно только, российский солдат? Вот какой образ у вас сложился, когда вы видите не информацию из интернета, видео от наших бойцов, а конкретно побывали на нуле, конкретно увидели их действия. Для вас сложился этот образ солдата российского и самой машины военной российской? Российская военная машина — это прежде всего люди, которые, как это бы не звучало, готовы умирать за свои идеи, что они успешно делают на украинских территориях. Я не имел общения с ними живого, прямо коммуницировать. Я не спрашивал, как у них дела, и, честно говоря, не хотел для этого есть другие органы. Из того, что я вижу, я понимаю, что это, скорее всего, люди, которые погружены в свой информационный пузырь. Это люди, которые хотят убивать украинцев. Это люди, которые имеют у нас представление, как о нелюдях. То есть дегуманизация противника российской власти, к сожалению, имеет очень много того, что потом порождает. Такие вещи, как зверство в буче или в вербине. Опять-таки мы можем посмотреть, как документы, эти телеграм-каналы, которые ведут российские пропагандисты, и понимать, что, в принципе, политруки Российской Федерации информацию черпают оттуда. Это Александр Коц, это телеграм-канал Старшая Эды. И мы видим, что, в принципе, там четко написано, что украинцев нет, почему жалеть, если даже украинских военнослужащих надо брать в плен, для того, чтобы обменивать их на специалистов или на количество. И это говорится прямым текстом. И, собственно, мне кажется, что это больше всего русского солдата от украинского солдата. Потому что украинским бойцам вооруженных сил Украины или территориальной обороны никто и никогда не давал инструкции о том, что на той стороне боют нелюди. То есть мы все понимаем и подписываем много документов о том, как вести себя с военными, о том, какой статус комбатантов, какие есть права и обязанности украинских военнослужащих и как относиться к людям с другой стороны. Думаю, что в Российской Федерации, как в стране, которая публично вышла из международных соглашений по многим вопросам, такого нет. А есть прокачка о том, что мы нацисты, мы нелюди и нас надо уничтожать. И это очень плохо. В том числе это обмирангом возвращается под тех российских солдатах и представителей террористических организаций ЛНР и ДНР, которые приходят на украинскую территорию.